Ёлки они для того, чтобы их украшать. Особенно если речь о зелёных красавицах на центральной улице Краснодара Красной. В канун Нового года наша телекомпания задумала ещё одну акцию по праздничному преображению любимого города. Восемь основных праздничных деревьев уже задают тон. И под стать должны быть и зелёные соседки в вазонах. Украсить не только их ветви, но и тумбы, преграждающие автомобильное движение, в выходные дни мы предложили коллегам-журналистам, а также нашим любимым партнёрам, предпринимателям и застройщикам города. Что из этого вышло, покажет Тамара Шамарина. И вот она нарядная на праздник к нам пришла. Сами себе подпевали сотрудники Черноморской финансовой компании, коллективно наряжая ёлки на улице Длинной. Имидж трёх символов новогоднего торжества решили подчеркнуть Мишурой. В канун Нового года нам хотелось внести свой вклад в создание новогоднего настроения. И мы украсили эти ёлки около нашего офиса, около офиса Черноморской финансовой компании, в наши корпоративные цвета. Сине-серебряную гамму поддержали и краснодарские строители. К убранству красавиц на улице Горького строительная группа «Любимый дом» подошла со всей любовью. Со стремянки дотянулись и до самых верхних веток. И по фэншую развесили большие шары – древние символы долголетия и здоровья. Хотим, чтобы каждая улица нашего города была прекрасной в эти новогодние праздники. А синий-серебристый, ну мало того, что это наши корпоративные цвета, мы бы хотели, чтобы эти цвета ещё были именно на улице Красной. С этими шарами, мне кажется, ёлки будут больше радовать наших жителей. Запах мороза и треск деревьев в камине вряд ли объединит краснодарские семьи в эти новогодние каникулы. Зато прогулки по наряженным улицам Краевого центра и в прямом смысле цветущие ёлки на улице Советской обязательно зародят атмосферу праздника в душе. Так как мы школа флористики и работаем с цветами, мы решили подчеркнуть, что кубанская зима – всё-таки это яркие краски, яркие цветы, праздник в душе. Мы хотим, чтобы весна в душе в Краснодарске была круглый год. Не менее креативно и самобытно к украшению лесных красавиц в вазонах подошли и в чайной компании. По их мнению, чай – продукт настолько универсальный, что будет уместен не только в кружке, но и на ёлке. Вдохнуть не только еловый, но и чайный аромат уже можно у ёлочек на улице Гоголя. Мы считаем, что Новый год – это не только оливье, селёдка под шубу и заливное. Безусловно, возможно, на утро первого числа все, конечно же, вспомнят о любимом напитке – это чай. Как на Кубани без настоящего краснодарского чая. Поэтому мы решили сегодня на красной украсить ёлки именно упаковками самого хорошего, лучшего, большого производителя. Чтобы все краснодарцы ещё раз вспомнили, что живут в удивительном регионе и могут насладиться настоящим отечественным местным продуктом. Ёлку как главный символ торжества оформили и те, кто может любой праздник сделать ярким и запоминающимся. Сотрудники сети магазинов «Дуримаркет» надеются, что, глядя на этих зелёных королев на улице Горького, краснодарцы будут улыбаться. От всего коллектива магазинов «Дуримаркет» мы бы хотели поздравить Краснодар, всех жителей города Краснодара, с Новым годом, побольше праздников, счастья и улыбок в 2018 году. А вот на Карасунской раскинули свои уже нарядные ветви смешные ёлочки. Газетные и телевизионные лесные красавицы, оформленные в разной стилистике, соответствуют темпераменту своих изданий и телеформатов. На ёлках и геометричный стиль кубанских новостей, и броскость заголовков аргументов и фактов, и деловая строгость коммерсанта Ивабанка. И, конечно, душевность и открытость телекомпании «Краснодар». Газета «Кубанские новости» желает вам только хороших новостей. Газета «Аргументы и факты» желает вам достоверных фактов. Телекомпания «Краснодар» поздравляет жителей города с Новым годом и желает поменьше стоять в пробках в Новом году. Газета «Ваванка» и «Коммерсан» желают краснодарцев настоящей зимы. Дух зимних праздников не одно столетие остаётся мандариновым, имбирным и, конечно же, хвойным. Это неизменно указывает на то, что волшебство существует. Его вам желают и Тамара Шамарина, Олег Подубный и вся телекомпания «Краснодар». С Новым годом, Краснодар!